друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшней распаковки и первого взгляда это бюджетное устройство от компании samsung samsung а03 и это средний телефончик в линейке а03 и сейчас это действительно уже отдельная линейка у меня на канале был обзор на ультра бюджетник а03 core это базовая версия ну и плюс такой высший уровень в бюджетном сегменте а03 с ну и вот этот телефончик занимает промежуточное звено а03 обычный и продается по цене порядка 7 8 тысяч рублей в зависимости от магазина здесь у нас процессор unisoc 32 гига встроенной памяти 5000 миллиампер аккумулятор в общем довольно скромное устройство но тем не менее многие в любом случае предпочтут приобрести телефон от компании samsung ну потому что это бренд с именем и многие ему доверяют в общем постараемся разобраться насколько данный телефон оправданный насколько он стоит вашего внимания в начале 22 года ну а прежде чем мы начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину play.ru за предоставление данного телефончика на обзор именно в интернет-магазине play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести как смартфоны так планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику в общем проходите по ссылочке в описании на мы будем начинать ну что ж друзья samsung galaxy a03 это средняя версия в линейке galaxy a03 у меня на канале вы могли видеть уже core версию на базе юнисок процессора ну и старшую galaxy a03s на базе mtk p35 galaxy a03 также построен на базе юнисока правда здесь у нас юнисок tiger t606 относительно свежий процессор который будет очень интересно посмотреть на что же он способен здесь у нас в конвертики традиционно для самсунга различная макулатурка извлекаемые кейк гайд ну и больше здесь ничего интересного информация по сертификации телефончик ну и зарядное устройство и кабель микро юсб для зарядки и синхронизации ну и также мы видим скрепочка причем зарядка здесь обыкновенная не быстрая всего лишь полтора ампера либо 7,8 ватта в общем заряжать аккумулятор 5000 миллиампер будет довольно таки долго телефончик сам довольно крупный он у нас порядка 200 грамм весит и в толщину 9,1 миллиметра корпус довольно приятный хотя из довольно дешевого пластика выполнен но тем не менее с приятным таким рифлением приятным рисунком и смотрится нельзя сказать что прям ну откровенно бюджетно как допустим смотрелась версия а03 core блок камер у нас квадратный здесь два модуля 48 мегапикселей основная камера и второстепенный 2 мегапиксельный модуль ну а фронтальная камера у нас в у-образной вот такой вот капельки на 5 мегапикселей с правой стороны у нас кнопка включения клавиши регулировки громкости с левой стороны у нас сим лоток и он у нас полноценный что приятно две симки и sd-шка а это действительно актуально учитывая что здесь всего лишь 32 гига встроенной памяти и нам понадобится дополнительное место если мы хотим воспользоваться в полной мере на этой камерой на 48 мегапикселей потому что размер фоточек 48 мегапиксельных довольно таки серьезный здесь у нас к сожалению нету модуля nfc к сожалению хотя хотелось бы видеть этот модуль в этом бюджетном устройстве которое можно приобрести по цене примерно от 9 до 11 тысяч рублей в зависимости от магазина снизу мы видим три с половиной миллиметра под наушники микрофон micro usb и динамик ну а сверху дополнительный микрофон шумоподавления и он же микрофон который позволяет более четко записывать звуки во время видеозаписи и действительно неплохо что в бюджетном телефоне у нас два микрофона в общем будем телефончик включать будем настраивать и я к вам вернусь к сожалению сканера отпечатка пальцев здесь у нас нету как нет и модуля nfc так что расплачиваться телефоном в магазине у нас не получится экран 6 половины в дюймов hd плюс разрешение ну и матрица в отличие от традиционного амоледа здесь у нас и ls хотя надо сказать что неплохая цветопередача мне здесь нравится углы здесь отличные максимальные ну и в общем-то для бюджетного устройства за 9 10 тысяч рублей вполне себе неплохо 3 гига оперативки 32 гига встроенной памяти и новейший юнисок tiger t606 хотя это и бюджетное решение от юнисок но тем не менее гораздо лучше чем те же юнисоки которые были раньше модуль вайфай надо сказать что здесь двухдиапазонный и хотя бы это уже огромный плюс опять-таки для бюджетного устройства ну и плюс ко всему аккумулятор 5000 миллиампер который позволит телефончику на таком довольно скромном железе работать мне кажется довольно таки длительное время по оболочке здесь у нас традиционный 11 android который приправлен опять же традиционной оболочкой от samsung one ui и смотрится все это дело нормально да и работает тоже довольно шустро каких-то нареканий нету понятное дело что экран здесь традиционные 60 герц никаких тебе 90 либо 120 но это было бы мне кажется чересчур странно в телефоне такой ценовой категории имеется возможность темной темы смотрится довольно неплохо все но мы будем использовать светлую есть адаптивная яркость которая работает довольно неплохо ну а сама матрица позволяет сделать ну очень ярким экран настолько ярким что вот на камеру я вижу что очень сильно пересвечивает в помещении достаточно будет где-то 35 40 процентной яркости можно даже и чуть меньше здесь у нас имеется панели edge это на самом деле очень удобная штука плюс ко всему можно использовать как жесты наведения так и кнопки но я включил изначально жесты потому что к ним привык ну а панели edge позволяют вот таким вот образом настраивать быстрые действия либо запускать приложение часто используемые действительно очень прикольная штука так что если вы хотите вот такую панельку быстрого доступа пожалуйста она здесь как говорится имеется есть возможность кастомизации за счет тем значков и обои но для этого нужно зарегистрироваться мы это делать естественно не будем ну и так как нету здесь сканера отпечатка пальцев здесь мы можем использовать только пин-код либо же жест доступа блокировки но либо же распознавание лица в общем вот таким вот образом можно блокировать смартфон от несанкционированного доступа но а в остальном оболочка собственно говоря это one ui и что-то тут дополнительно говорить наверное не приходится она абсолютно такая же как и на всех телефончиках samsung работает очень шустрый one ui 3 версии действительно оказалось очень хорошо оптимизирована в отличие от прошлой версии one ui 2 которая умудрялась тормозить и подлагивать даже на флагманских устройствах здесь таких вопросов нету все отлично оптимизированный как раз таки даже на самых бюджетных устройствах совершенно не тормозит давайте послушаем теперь как звучит этот смартфон динамик здесь к сожалению один стерео понятное дело нам не завезли по громкости нареканий нету все довольно громко но опять таки сам по себе динамик довольно бюджетный звучит средненько но громкости вам точно хватит меломанов такой динамик конечно же не удовлетворит и слушать музыку с помощью него ну наверное было бы глупо но играть в игрушки смотреть фильмы он позволит вполне себе ну а что касается камеры то здесь приятно действительно приятно что в бюджетнике за 9 10 тысяч рублей у нас основной модуль на 48 мегапикселей который позволяет делать неплохие кадры но вот фронталка к сожалению на 5 мегапикселей она здесь очень очень скромная вроде бы снимал стоя около окна свет падал на лицо но тем не менее детализации ну практически никакой нету и при приближении видно что это практически мешанина из пикселей а вот основной сенсор порадовал очень детализированные яркие и сочные фотографии мы получаем вот это вот композиция стоит на подоконнике у окна она освещена светом от окна и здесь все идеально и цветопередача и контраст и детализация все на месте маленькая фигурка тоже стоит на подоконнике она действительно очень маленькая но тем не менее можно разглядеть мельчайшие подробности здесь как говорится кадр шикарный вот это вот растение орхидея как раз таки стоит в другом конце комнаты где света от окна практически нету и нам может показаться что цветок полностью освещен хотя это не так это камера позволила сделать снимок вот таким вот ярким и насыщенным действительно очень здорово но вот как то стоит под лампой дневного света он хорошо освещен и здесь как раз таки можно разглядеть в мельчайших подробностях все ворсинки и иголочки кадр получился действительно очень здорово ну и кошка которую стараюсь всегда снимать она стоит в темном коридоре здесь задача как раз посмотреть как модуль камеры справляется именно с недостаточным освещением здесь вопросов никаких и по балансу белого все отлично и по детализации все на месте в общем отлично модуль справился на вопросов и нареканий нету на первый взгляд телефончик смотрится очень и очень неплохо понятное дело что не без недостатков и мне допустим не хватает здесь модуля nfc но в остальном смотрится довольно таки неплохо учитывая что это samsung и за 9 10 тысяч рублей вы получаете довольно таки неплохое устройство как он поведет себя в основном тесте будем смотреть уже дальше и в основном обзоре я вам все подробно расскажу но она сим распаковку буду завершать надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео но я буду прощаться с вами была из всем пока